Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем решать уравнение с применением разложения на множители при помощи формулы разности квадратов. Ну, для того, чтобы вы хорошо поняли, давайте мы запишем первое уравнение. Итак, х квадрат минус 16 равняется 0. Значит, для начала мы сразу вспомним, что 16 это 4 в квадрате. И перепишем уравнение по-другому. х квадрат минус 4 в квадрате равняется 0. Далее, о чем говорит формула? Можно закрыть пальцами двоечки наши и получить первую скобку х минус 4. А вторая такая же, только с плюсом. х плюс 4 равняется 0. Обращаем внимание, если два множителя у нас есть, которые равны 0, то либо первый 0, либо второй 0. То есть мы пишем, х минус 4 равно 0, или х плюс 4 равно 0. Отсюда х равняется, переносим 4 в другую сторону со знаком плюс, либо х равняется, переносим в другую сторону со знаком минус. Минус 4 и плюс 4. Ответ можно записывать, как плюс минус 4. Второй пример. Возьмем более сложный. Итак, 1 девятая минус х квадрат равняется 0. Для начала сразу запишем. 1 в квадрате, 9 это 3 в квадрате, минус х квадрате равняется 0. Опять закрываем все двойки пальцами. Получаем 1 третья минус х и 1 третья плюс х равно 0. То есть, либо первая скобка 0, либо вторая 0. То есть, 1 третья минус х равно 0, или 1 третья плюс х равно 0. Что мы делаем? 1 третью можно оставить, а х можно перенести в другую сторону со знаком плюс. То есть, 1 третья равна ху. Здесь, во втором уравнении, 1 третья плюс х равно 0, можно наоборот оставить х. Поставим равно, а 1 третья перейдет в другую сторону со знаком минус. Минус 1 третья. Вот таким образом мы с вами посмотрели, как решаются такие уравнения. Давайте мы с вами рассмотрим еще одно уравнение, в котором коэффициентов больше. И попробуем решить его сразу. 9х квадрат минус 4 равняется 0. И попробуем сразу записать скобки. Поскольку 9 это 3 в квадрате, то в скобке будет 3х. Поскольку 4 это 2 в квадрате, то это будет минус 2. Вторая скобка точно такая же, только с плюсом 3х плюс 2 равняется 0. Далее, о чем мы с вами говорили? Что мы записываем каждую скобку и приравниваем ее к 0. 3х минус 2 равняется 0. Или 3х плюс 2 равняется 0. Ну и теперь я скажу такую вещь. Дело в том, что можно на самом деле решить, если вот эта формула присутствует, только одно уравнение. Например, я выберу первое. 3х я оставляю, а 2 переношу в другую сторону со знаком плюс. 3х равняется 2. Отсюда х равняется. Двойка стоит в числителе. В знаменателе будет тройка, то есть 2 третьих. Возвращаясь ко второму уравнению, как быть? Да они отличаются только знаком. Значит, х равняется минус 2 третьих. Это будет решение второго уравнения. И наш общий ответ х равняется плюс минус 2 третьих.